МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Трубы летят, на что потратят 2,5 миллиарда рублей. Без сладкого? Почему депутатов Гордумы решили оставить без компенсаций? Для кого праздник? Как барнаульцы относятся ко дню всех влюблённых? Наши новости начинают свою работу в эфире. В студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. Первые случаи смерти от вируса гриппа в Алтайском крае, в региональном Минздраве не уточняют полый возраст пациента, но факт подтвердили. Как протекало заболевание и находился ли больной под медицинским наблюдением, неизвестно. Но согласно результатам анализов, полученных в вирусологической лаборатории, смерть наступила именно от гриппа. Несмотря на то, что заболеваемость в крае пошла на спад, карантин всё ещё не снят. Сейчас в регионе зарегистрировано 26 тысяч случаев заражения. Это всё ещё превышает эпидемический порог. По-прежнему закрыто 9 школ и 22 детских сада. Особенность вирусных инфекций этой зимы – большое количество тяжёлых усложнений, в том числе пневмонии. Так вот, примет зимы не только грипп, но и коммунальные аварии, которых, по мнению городских жителей, стало заметно больше – почти 2,5 миллиарда рублей. И будет выделено на ремонт водопроводных сетей Барнаула из бюджета всех уровней. В течение 10 лет на эти деньги должны полностью обновить водопроводные сети, которые изношены почти на 60%. Но городские власти считают эту сумму недостаточной и рассчитывают на дополнительные инвестиции. Об этом сегодня шла речь в Барнаульском водоканале на встрече с журналистами. Удастся ли получить средства и почему о замене сетей речь зашла только сейчас, расскажет Валентина Аскерова. Пересечение Павловского и Малахова. Конец января. Самая крупная коммунальная авария за 5 лет. Из-за порыва на водопроводе проезжая часть превратилась в озеро, а почти весь индустриальный район остался без воды. А это первая западная. Поток. Лопнула труба, затопила несколько улиц. Без холодной воды жители шести многоэтажек. А вот уже центр города не выдержала труба на Парфинтерна. Затопила дорогу и несколько офисов. Без воды оставалось почти 20 зданий. Всего с начала года произошло больше 30 ЧП. И это, говорят, еще меньше, чем год назад. По количеству мы не увеличиваемся, но по значимости, да. То есть, по крайней мере, если брать предыдущий отопительный сезон, таких повреждений, захватывающих значительное количество людей, которым прекращена подача коммунального ресурса, конечно, в этом году у нас их больше. Причина порывов даже не морозы, а в том, что больше половины водопроводных сетей в городе изношены и нуждаются в замене. На прошлой неделе прокуратура края потребовала решить эту проблему. По словам специалистов водоканала, такое пристальное внимание со стороны ведомства было всегда. Но в этом году произошли слишком крупные аварии, из-за которых, как ни странно, и удалось увеличить финансирование. В ближайшее время будет подписано соглашение между администрацией города и Барнаульским водоканалом. И начнется глобальная модернизация сетей. На это выделят почти 2,5 миллиарда рублей. Но даже этой суммы оказалось недостаточно. Сергей Иванович предложил все-таки подумать об увеличении инвестиций в рамках конституционного соглашения. И вместе с цифрой 2,4 все-таки найти возможность выделить 3,4 миллиарда рублей. Но это проблематичная история найти такие большие деньги. Мы говорили о том, что надо смотреть возможности и возможности муниципального, возможности краевого бюджета и участие в федеральных целевых программах. Ремонтировать и менять сети будут в течение 10 лет. В этом году израсходуют первые 500 миллионов. Пока в Барнауле удается заменять по 10 километров в год. И этого мало. Нужно в три раза больше, говорят специалисты. Только тогда коммунальные аварии будут происходить реже. Валентина Аскерова, Александр Антропов. Наши новости. На что еще направить серьезные финансы обсуждают в эти дни на российском инвестиционном форуме в Сочи. Более 22 миллиардов рублей будет инвестировано в реализацию национальных проектов. На Алтае форум собрал руководителей федеральных органов власти, губернаторов, собственников и топ-менеджеров крупных компаний. Сегодня, во второй день работы, делегация нашей региона принимает участие в дискуссиях и круглых столах. Сегодня здесь встречу провели с руководителями проекта. Это будет создание в крае Центра позитронной эмиссионной томографии. Его строительство мы закончим где-то, я думаю, к концу весны, и в мае и июне запустим. Он тоже будет очень востребован и приблизит к мировым аналогам качество диагностики онкологических и неврологических заболеваний в Алтайском крае. Всего, по словам Виктора Томенко, в нацпроекты Алтайского края было инвестировано более 140 миллиардов рублей. Только в этом году на них пойдет более 22 миллиардов. Источники как федеральные, так и региональные и внебюджетные средства. Делегация Алтайского края планирует принять участие в значительной части круглых столов и дискуссий, продлится форум до завтрашнего дня. А вот барнаульским депутатам заработок могут урезать вслед за краевыми избранниками. Они, скорее всего, будут вынуждены отказаться от ежемесячных компенсаций. Во всяком случае, секретарь местного отделения «Единой России» Юрий Еремеев призывает своих коллег именно к такому решению. К переменам их подталкивает протест прокурора. Его возмутило, что отчетов о расходе компенсаций не существует. Анастасия Дороган узнала, как избранники народа распоряжаются таким бонусом и так ли они в нем нуждаются. 6 тысяч рублей – маленькая сумма с большим значением. Это ежемесячная компенсация барнаульского депутата на свои депутатские расходы, отказаться от которой всем предлагает секретарь отделения «Единой России» Юрий Еремеев. В Барнауле достаточно тех вопросов, которые требуют своего решения. Да и бюджет города сегодня сформирован с предельным уровнем дефицита. В переводе на цифры в год законотворцы могут сэкономить 2,5 миллиона рублей бюджета. Но на самом деле депутаты не против денежной поддержки, против прокурор. В конце прошлого года его возмутила непрозрачность расхода компенсаций. Отчетов-то не предполагается. И как их тратили все эти годы – неизвестно. Но 6 тысяч рублей – сумма, на которую депутат должен купить бумагу, нанять юриста, помощника и пустить на другие текущие расходы. И по подсчетам депутатов, этих денег никогда не хватало. Статус помощника на общественных началах. Каждый депутат Брунской городской думы может иметь таких три помощника. Кто-то ограничивается одним человеком и оплачивает ему его деятельность из собственных доходов. Доплачивать из своего кармана приходится часто, говорит Струченко. Но следуя решению партии, единороссы поддержат отказ. Как и глава фракции коммунистов Иван Карпов и справедливо-рос Оксана Молодых. По ее мнению, доносить информацию до избирателей можно и через интернет, что в разы дешевле. Многие депутаты включаются в какие-то группы избирателей. То есть, например, группы по поселкам. Мне этих средств хватало. Самая большая строка – это транспортный расход. Глава либерала демократов Алексей Скасырский считает иначе. Отправить один запрос – сотни рублей в день. Экстренная помощь, например, на покупку угля пенсионерки уже несколько тысяч в день. При таком развитии событий у нас депутаты будут только люди с большим доходом. Потому что, чтобы осуществлять свои полномочия, нужна приемная, нужен юрист и все остальные вещи. Сбудется ли такой прогноз – ждать недолго. Через неделю барнаульские депутаты, скорее всего, удовлетворят протест прокурора. Другой вопрос – откажутся ли они от компенсации или разработают отчет о расходах. Как это планируют сделать их краевые коллеги. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. Наши новости. Дворец зрелища спорта будет открыт к новому хоккейному сезону. Об этом сегодня рассказывал нашим новостям министр спорта Край Алексей Перфильев. По его мнению, новый собственник, бизнесмен Михаил Дроздов, заинтересован в реконструкции объекта. По планам работы должны начаться в марте и закончиться уже в июле. Из обязательных задач исправить все требования, из-за которых и была закрыта арена. Это примерно 8 пунктов противопожарной безопасности. Именно по этой причине суд Октябрьского района закрыл дворец чуть более полугода назад. Позже собственник Крайсовпроф пытался протестовать решение в суде, но вердикт оставили без изменений. Сразу после сделки о продаже дворца озвучили предварительную дату открытия – сентябрь 2019-го. На данный момент это не только косметическое исправление 8 пунктов. Планируется все же это и пожаробезопасный потолок, это и мягкие сидушки, это и специальные борта. А уже в дальнейшем мы будем идти к тому, чтобы это была та реконструкция, которая привела бы к полноценной аренде. На данный момент задача не просто открыться, а открыться в нормальном виде. И последовательно мы постараемся прийти, что это будет уже тот дворец, в котором мы мечтали все. Напомню, накануне стало известно, что ледовую площадку приобрел известный в регионе бизнесмен Михаил Дроздов, который является собственником другой ледовой арены «Динамо» на «Жасминной 3». В бийской школе запретили пользоваться мобильными телефонами во время учебного процесса. Такая норма внесена в устав учебного заведения. Для того, чтобы обезопасить детей безопасность в интернете, мы на уровне школы приняли локальный акт о правилах пользования мобильной связью в стенах школы. Ребенок, заходящий в школу, должен озвучить сотовый телефон. Забрать у школьника телефон учитель не вправе, но родители обязаны разъяснить, что данный запрет – это не ущемление прав, а польза для получения знаний, отмечают преподаватели. И напротив, когда телефоны становятся реальной помощью в обучении, учителя поддерживают использование современных технологий. Учащиеся носят мобильники при себе, но знают, что доставать их нельзя, а во время контрольных складывают на стол учителя. Тем не менее, запрет вызвал неоднозначную оценку у бийчан. Для того, чтобы обезопасить детей безопасность в интернете, мы на уровне школы приняли локальный акт о правилах пользования мобильной связью в стенах школы. Ребенок, заходящий в школу, должен озвучить сотовый телефон. Барнаульские студенты классического вуза в День Святого Валентина сегодня решили дарить не валентинке, а частицу себя в прямом смысле слова. Ребята стали донорами. Инициатором этой студенческой акции выступила Виктория Нечаева. Сегодня кровь девушка сдавала в 12-й раз и решила привлечь к этому благородному делу своих сокурсников. Регулярное донорство, чтобы постоянно было такое движение у нас. И мы ходим уже с октября месяца, каждый месяц ходим небольшими группками. Добавим, что ежедневно в Алтайский краевой центр крови приходит до 100 человек. В общей сложности они сдают не менее 50 литров крови, которая нужна каждый день, например, маленьким пациентам отделения онкогематологии. А герой нашего следующего сюжета в День Святого Валентина поехал по городу искать любовь на розовом коне. Что из этого вышло, расскажет Андрей Дреер. Так, ну что, пойдем искать любовь в большом городе. Рыцарь на розовом коне – это Олег Казанцев, он же Казанова, бывший участник телепроекта «Дом-2». Сегодня он пошел искать любовь на улице Барнаула, когда же, как не в день всех влюбленных. У меня просто очень много в сердце любви, и мне ей нужно с кем-то поделиться. Вы готовы принять? Ну. Давайте левую руку. Его ли это любовь или это – узнаем в конце этого кино. Олег – человек любвеобильный, но как жители большого города относятся к празднику? Я ненавижу 14 февраля. По улицам бегут парочки, парни бегут куда-то с цветами, девушки с пышными прическами. Даже самые депрессивные должны делать вид, что им нравится этот ненужный пустой праздник. Такое мы прочли на одном из форумов. Нецензурное здесь опущено. А теперь узнаем, что думают люди на улице. Подскажите, пожалуйста, как вы празднуете 14 февраля? Никак. Никак? Вообще никак. А это для вас праздник? Не знаю. Спасибо. Была бы вторая половина, может, и была бы. Парни, скажите, а как празднуете 14 февраля? Мы его не празднули. У нас его нету. Не праздник для вас? Нет. У вас есть любовь? Да, вот она моя любовь. А, вы вместе празднуете? Конечно, естественно. Мы с женой в этот день подали заявление в ЗАГС. Я не знаю. Мне преподаватель говорит, что это праздник геев. Так что его праздновать не стоит. Я вам так скажу. Это не для вас? Ну да, конечно. Как видите, мнения разделились. А ведь кого-то засилие цветов и бесконечная череда картинок в соцсетях откровенно раздражает. Вот и наш герой Олег просто согласился сыграть на камеру. На самом деле, любовь у него давно есть. К тому же имя Святого Валентина для него пустой звук. Я понял, что это не наш исконно русский праздник. Какой-то навязанный пришел к нам, откуда-то непонятно. И чисто внутренне для меня, считаю, есть праздник Петра и Февронии. По сети давно гуляет шуточный пост. 20 причин ненавидеть День Святого Валентина. Смех смехом, конечно, но порой даже любовь может надоесть. Андрей Дрейер, Алексей Фризин. Наши новости. Чуть позже расскажем вам о погоде, которая, кстати, в ближайшие дни вполне летная. И если вы запланировали дальний перелет или бизнес-поездку, можете плотно не завтракать. Ведь в Барнаульском аэропорту появилось новое кафе быстрого питания. Вот какое? Расскажем далее. Хотите подкрепиться аппетитными блинчиками или приятно провести время за чашкой качественного ароматного кофе? Сеть блинных сковородов на теперь и в Барнаульском аэропорту имени Титова. Румяные, свежие, испеченные блинчики с разнообразными начинками. Визитная карточка сковородовны. Теперь ожидание нужного рейса или встреча любимого друга не будет столь утомительным. Здесь радушный прием и высокого качества продукция на любой вкус и по весьма доступной цене. Сеть блинных сковородовна постоянно расширяется. Точка в аэропорту имени Титова уже 14-я по счету только в Барнауле. На сегодняшний день сеть блинных представлена в шести городах региона и насчитывает 24 кафе. Здесь приготовят быстро, накормят вкусно и качественно. Новая блинная сковородовна удобно расположилась в зоне ожидания аэровокзала и работает в круглосуточном режиме. Путешественник и встречающий по достоинству оценят гостеприимство сковородовны, которое всегда печется о вас. И о погоде. Спонсор прогноза погоды компании «Эвалар». Если повышен холестерин и вы ищете замену вашему обычному лекарству. Атероклифит. Натуральное лекарство для снижения холестерина. Атероклифит. Фитотерапия от «Эвалар». Почувствуйте разницу. «Эвалар». Выгодная цена. Высокое качество по стандарту GMP. В крае переменная облачность. В отдельных районах пройдет снег. Температура днем в Белокурихе минус 7. 9 градусов морозов в Зминогорске. Около 12 ниже ноля в Бийске и Заринске. В Барнауле легкий снег. Ночью 12 ниже ноля. Температура днем минус 9. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722 440. До встречи.